В этом году, 14 февраля, МИР в пятый раз отметит Международный день дарения книг. Как появился новый праздник для влюбленных в книги и как провести его с пользой для себя и окружающих, на эти вопросы ответит Юлия Важенина. Пока влюбленные пакуют подарки ко Дню Святого Валентина, рисуют валентинки и бронируют рестораны для романтических ужинов, сотни людей по всему миру готовятся отмечать уже пятый по счету Международный день дарения книг. Неофициально этот праздник можно назвать Днем влюбленных в книги. Ведь ни для кого не секрет, что книга – это самый лучший подарок. Поздравляю! Спасибо! История праздника началась с маленькой традиции в семье американского книжного блогера Эми Бродмур, где на День всех влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. Традиция вышла за рамки семьи, когда Эми обратила внимание на то, что в мире очень много детей не имеют доступа к книгам. Тогда-то она и решила отметить очередной День Святого Валентина, подарив книги не только собственному сыну, но и бедным детям, у которых нет личных книг. Инициативу блогера подхватили активисты по обе стороны океана. Только за прошлый год в городские библиотеки поступило около тысячи экземпляров изданий. Эти книги неизменно пользуются большим спросом и успехом, так как они посвящены самым разным отраслям знаний. География самая различная. Большая часть, конечно, это наши чебоксарцы, гости нашего города. Они оставляют книги, приносят и в наши библиотеки, и в центральные филиалы, и оставляют в летних парках читалочках в шатрах. Известная писательница Светлана Березкина 15 лет проработала в библиотеке. Она, как никто другой, знает и понимает ценности, значимость книги. Поэтому книги библиотекам Светлана Ивановна дарят часто. Хочу выйти с предложением на Чувашию и предложить книги о шахматах, которые собирал всю жизнь мой муж. Как не хочется, чтобы они так же служили другим, как служили в свое время ему. Было бы здорово, если бы каждый из нас вместе с Валентинками подарил книгу, не обязательно новую. А что касается библиотек, то поделиться с ними печатными сокровищами можно не только 14 февраля, но и в любой другой день. Ведь так мы продлим жизнь книгам и распространим по всему миру любовь к чтению.